Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Великобритания хочет создать буферную зону из сил НАТО на Украине. Британское руководство, по данным российских ученых из Академии военных наук Александра Барташа и Анатолия Летяга, предложил европейским союзникам по НАТО создать буферную зону с помощью высокоманевренных сил НАТО вокруг Киева. В Лондоне считают, что указанный шаг позволит украинскому военному командованию высвободить значительное количество войск, направив их в зону активных боевых действий. Харьковская область, Луганская, Донецкая область, Запорожье. Ввод коллективных сил НАТО, по мнению британских стратегов, вынудит Кремль начать переговоры и досрочно завершить спецоперацию. Британские аналитики предлагают воспользоваться благоприятным моментом, а именно наличием вблизи российских границ около 90 тысяч военных, принимающих участие в учениях «Стойкий защитник-2024». Большая часть сил НАТО сейчас развернута на территории Польши. Активная фаза учений продлится до 31 мая. Целью учения, по словам главы военного комитета НАТО в Европе Роба Бауэра, является отработка взаимодействия в ответ на возможную атаку России на восточный фланг НАТО. Британцы опасаются, что после завершения учения собрать внушительную группировку войск вблизи российских границ удастся нескоро. Россия может этим воспользоваться и начать широкомасштабное наступление на Харьков, Киев, Одессу. Российские ученые полагают, однако, что идея Лондона не получит поддержки в руководстве НАТО. Большое число членов НАТО, не видя прямой военной угрозы со стороны России для своих стран, свои войска на Украину не направят. Однако, желающие поддержать Лондон, вероятно, найдутся. По крайней мере, можно предположить, что идею британцев поддержит Макрон. Эту же идею могут поддержать и британские сателлиты в лице Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. В таком случае перечисленные страны теоретически могут договориться о создании военного альянса. Правда, далеко не факт, что это произойдет. Ввиду географической оторванности Великобритании и Франции от Украинского театра военных действий, они не смогут задействовать в нем значительные силы. Армий прибалтийских государств настолько малочислено, что их самих требуется защищать. Польское руководство осознает, какие риски возникнут для Польши в случае поддержки британской инициативы. Оно, не сомневаясь, помнит, как англичане и французы ранее обманывали поляков, предоставляя им гарантии безопасности, а впоследствии отказываясь от военной поддержки. Друзья, в закрытом телеграм-канале сегодня в 21.30 по Москве выйдет материал на тему «Пашинян обрекает Армению на новую войну». Подписаться на закрытый канал можно по ссылке в описании под этим видео.